Что ж, думаю, каждый, кто кликнул сейчас на видос, уже играл в Graveyard Keeper. Ну, та игра, где каждый день ослик-коммунист приносит тебе труп, а ты такой, ммм, фруктовенько. А что, если я вам скажу, что была ещё одна игра на эту же тему, и что она ебать как неплоха? Всем привет, с вами Швейцарский. Альпы от Эрвик. И это обзор на... Весёлого могильщика! Буду честен, я вообще не веду, не секу и не ебу, кто и зачем её разработал. Максимум моей информации — её издатель Алавар, и то, что она была сделана в 2009-м. На британском она называется Graveyard Sheet. Да блядь, на британском. Она называется Graveyard Shift, что переводится как... Ночная смена на кладбище. А не... Весёлый могильщик. Но это Алавар, и если в названии игры нет слова «Весёлый», у них, видимо, не нажимается кнопка «Издать». И да, ставь лайк и подписывайся на канал, если ты бы тоже закапывал трупы и смотрел в глаза скорбящих и рыдающих родственников вот с этой улыбкой. Боже, какой же мистер Джонс, так зовут главного героя Сигма. Но для чего же он всё это делает? Ведь это не сказать бы, что работа мечты. Даже весьма подготовленный, умудрённый жизнью человек не особо будет рад работать в таком месте. А на этот вопрос нам ответит... Сюжет. Вот наш мистер Джонс устал от этой жизни суетной и решил, как и все нормальные люди, уйти навсегда в лес со своей собакой. И да, посреди леса он построил себе долбанный дом. Но через пару дней заслуженного отдыха он такой БЛИИИИИН, НЕ ОДИНОКО ПОСРЕДИ ДОЛБАНОГО НИЧЕГО Депрессия идёт вверх. И так бы наш Джонс слушал бы постпанк до своей смерти, как тут ему позвонила «ЖЕНЩИНА!». Причём та, с кой он уже был знаком по молодости. Однако оказывается, что эта женщина весьма меркантильная. Ей от нас нужно, пацаны, загибайте пальцы, шляпа, очки, рубашонка, шорты, билеты до Саратова, бижутерия и, внимание, яхта, остров и миллионы долларов на расходы. Всего-то. Услышав это, наш дед, как настоящий Сигма, просто взял и согласился с данными требованиями. Типа, чё, блядь, как я должен сопереживать и играть за этого персонажа? Он же, типа, не просто Сип, он УЛЬТРА СИМП. Ну да ладно, пусть у нас по факту нет никакой мотивации к действию, но всё же, давайте пойдём дальше по этой сюжетной тропе. Что ж, наш дед становится мрачнее обычного, ведь он не знает, где найти такие деньги. А если их ждать с пенсии, то он накопит максимум ко второму пришествию. Но тут собака, кое постоянно рядом с ним ошивалась, даёт ему объявление, в котором сказано «Стань смотрителем кладбища и разбогатей уже сегодня». И вот наш мистер Джонс собрал манатки и переехал на кладбище. Типа, в смысле, в уютный домик, он жив, ебать. Вот такая вот сюжетная затравочка. Теперь же давайте поговорим про геймплей. Каждый день мы выходим из нашего домика. К нам приезжают колымаги, по крутости которых мы можем понять, какой будет премьерный бюджет. Если нормальная пролетарская машина из кроссаута, то 5-25 долларов. То есть, по такой расценке мы будем хоронить человека в коробке из-под холодильника на теплотрассе. Вместо креста у него будет газетка, сложенная в крестик. Если приезжает семёра, то подороже. Если джип, то подороже. Если лимузин, то ещё подороже. А если вертолёт, то если не похороним, то хоронить будут нас. Также в заказе есть не только деньги, но и предпочтения клиента. Например, у могилы должен стоять фонтанчик. Или не должно быть маргариток. Чем дороже сырьё к нам приедет, тем страннее будет хотелка его родственников. Как вам, например, вендинговый автомат, череп или золотой майнкрафтерский блок. То есть, в мире магичика люди такие типа... Вот мы выкопали двухметровую яму для удобрений. Всё посадили. Поставили. А ненужное убрали подальше от могилы, чтоб не портила сумма. Даже дорожку сделали грунтовую, чтоб ну уж совсем было хорошо. Теперь делаем финальный аккорд. Выдалбливаем имя нашего двухсотого груза. Нам предлагается список имён, которые у нас сейчас числятся в заказах. И тут работают следующие правила. Если меньше минимума, то закопать человечка не получится. Если в пределах, то круто. Хоть лучше поближе к максимуму. Если больше максимума, то хреново, так как родственники заплатят только максимум и не центом больше. Поэтому нужно всегда рассчитывать оптимальную цену и количество украшений. И вот, после всего этого, мы наконец выдавливаем табличку с именем и происходит захоронение. Внимание на экран. Блядь, это что нахуй? Я когда увидел это впервые, я чуть, сука, со смеху не сдох. Типа, уважение к умершим, там, ориентация на детскую офисную аудиторию. Я там, не знаю, моральные устои. А лавар такой. Похуй. Сбрасываем гроб на Хиросиму. После же десантирования приходят родственники и начинают отпевать бедолагу. Кстати, забавный факт от Вайнхау. На этом кладбище нет ни одного еврея, так как они больше предпочитают кремацию. Ну, вы знаете, у них там так повелось. Это может подтвердить мой знакомый еврей. Сэр, это правда? Да, это так. Сэр, ну вы нахуя свою матушку на стол рассыпали, эх. Не смей прикасаться к моей матушке. Конечно, конечно, господин. Ты чё, блять, охуел? Когда родственники закончат отпевание, мы можем подходить к машине за наградой. И в этом, в общем-то, и заключается вся основа геймплея. Однако, кроме основы, есть много дополняющих его, которые показывают, что разрабам реально не было всё равно на своё детище. Так как я сам разработчик игр, я прочувствовал эти дополнения с точки зрения баланса и обогащения опыта игрока. Давайте я буду просто перечислять эти штуки. Первый такой прикольчик – это механика магазина. Каждый день к нам приезжает грузовичок с забавными штучками – могильные камни, всевозможная флора и предметы украшения. Интерес тут заключается в том, что объекты в нём рандомятся, при том делают это по-разному. Из-за этого, игрок, чтобы не зависть от рандома, должен закупать вещи, даже если они ему сейчас не нужны. Однако, есть предметы, которые в магазе лежат почти всегда, из-за чего совсем без нихера игрок не останется. Также, магаз развивается относительно прогрессии по территории, что подгоняет игрока, ведь иначе клиенты начнут просить тупо то, чего у игрока нету. Вторая такая приколюха – это хаткеи. Да, в этой игре есть хаткеи. Это в 2009 году в казуалке, типа весёлая ферма. А лавар – это типа… реально было неожиданно. Хвалю. Третье. Когда я только начал играть, в моей голове созрел очень аморальный, ну, весьма прибыльный план. Украшения в этой игре можно перетаскивать, а значит, можно просто отпевать человека, получать деньги и переносить украшения на следующую могилу, вот и всё. С мыслями о том, что эти ваши лавары делают казуальщину, и что я с лёгкостью развёл эту глупенькую игру, я принялся за сие тёмные делишки. Но тут… Как и в ситуации с прилётом гроба, для меня это было весьма внезапно. Притом, это не просто ограничение игрока в творении херни, это ещё и любопытная механика. Зомби появляются лишь через некоторое время, если цена могилы упала хотя бы на один доллар, и заползают обратно, если всё было возвращено. Соответственно, можно успеть провести похороны, пока они не вылезли, и клиенты ничего не заподозрят. И да, если зомби подойдут к ним достаточно близко, то оплата за могилу уменьшится настолько, что можно уйти тупо в убыток. Притом, можно специально пиздить с максимально отдалённой могилы, или можно воспользоваться временной отключалкой зомби, что открывается по прогрессу. В общем, прикольно. Четвёртый же такой приколдесс, это время и его ограничения. Здесь интересно то, что из-за тайм-менеджментовой направленности игры, в ней есть много временных ограничителей, и они довольно интересны. Например, клиенты ждут всего 10-15 реальных секунд, если ты с ними не поговоришь, то они тупо уходят. Также, магазин обновляется лишь раз в день, из-за чего есть ограничения как по количеству украшений, так и по их нараливанию. Ну и самый интересный ограничитель – ночное время. Копаешь ты такой очередной сибироязвенный скотомогильник, кстати, пацаны, го проведём там сходку подписчиков, будет весело, а смех зародительный – просто пиздец. И тут, часы объявляют ночь, и из могил появляются куклы с клан, эм, то есть призраки. Если ты их касаешься, то Джонс автоматически засыпает и начинается следующий день. Однако, если их грамотно доджить, то можно получить себе ещё несколько игровых часов на день. После же всё равно заспавнится вот этот зелёный хуйбес и усыпит старика с одного касания. Воооот. Ну и также временным ограничителем можно считать территорию, типа если ты долго копошишься, то у тебя тупо закончится место для погребков. Ещё одним подгонятелем игрока должна была выступать мини, которая требует от тебя постоянных донатов на её онлифанс для покупки вещей. Однако, я сказал, должна была просто из-за того, что ты можешь сколько угодно быть сигмой и просто игнорить её отчёты, вкладывая все деньги только в развитие кладбища. И я считаю это логичный ход, ведь зачем тебе нужна эта вымогательница, если у тебя есть так много вариантов получше? И последний, пятый прикольчик, это работа с территорией. Если вы закопали достаточно людей, я имею ввиду внутри игры, то вам будет позволено купить ещё территорию, чтобы продолжить пиршество земли кладбищенской. Кроме новой площади, вам также будут даны и всякие усилки, которые позволяют повысить вашу эффективность. Самый классный, по мою мнению, это... БЛЯТЬ! ТРАКТОР! Он бустит скорость выполнения всяких работ, например, копки земли. На самом деле, в игре есть ещё много небольших прикольчиков, но я оставляю их на ваше собственное изучение, всё же будет странно, если я вам заспойлерю абсолютно всё в этой игре. Таким образом, я могу назвать геймплей очень даже хорошим. Видно, что разработчики действительно старались сделать интересную систему противовесов, в которой каждый сможет на... ПИДАРАС ПИСАЛ ТЕКСТ, СУКА! Я писал. Видно, что разработчики действительно старались сделать интересную систему противовесов, в которой каждый сможет найти свою стратегию геймплея. Из минусов могу выделить разве что однообразие этого игрового процесса, ведь вы, по сути, от начала и до конца будете заниматься одним и тем же. Что ж, про я всё, что хотел, сказал. И на этом, пожалуй, всё, так как про графику и музыку трудно найти много слов. Типа графика у могильщика простая, как шпала. Ровно такого качества, которое нужно для такого типа игр. Она приятная и половарская беззубая. Музыка же тоже довольно прикольная. Разрабы нашли грань между небольшой кладбищенской зловещностью и приятной успокаивающей ритмикой. Эта музыка своим настроением и каденцией навирает умиротворённость. Умиротворённость, блядь, кортава, хойло, блядь. Блядь, спит. Ха-ха-ха. Эта музыка своим настроением и каденцией набивает умиротворённость и принятие простой истины. Все мы рано или поздно будем закопаны на два метра в землю. Ведь так? Фардмак. Что ж, на такой позитивной и расслабленной ноте я заканчиваю этот ролик. Если вам нравится весь сюр данной ситуации, то поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь. А если вы крайне взбольшены тем, что увидали, поставьте дизлайк. И в любом случае, пожалуйста, напишите комментарий, что вам понравилось и не понравилось. Всё же, я новый человек на ютубе и пока что не знаю, как делать всё, как подобает. На этом всё. До свидания, дорогие друзья. Пока.